В международном пресс-центре МКР Медиа лидеры волонтерских объединений региона рассказали журналистам о событиях, запланированных на 2020 год. Самыми крупными из них станут молодежные дельфийские игры. Региональный координатор общественного движения волонтеры культуры Елена Скакун рассказала, как проходит подготовка добровольцев. В настоящее время уже штаб волонтерский полностью сформирован по всем направлениям и идет формирование резервного списка волонтеров. По составу. В состав волонтерского штаба вошли представители образовательных учреждений высшего и среднего профессионального звена, представители общественных волонтерских организаций города Омска и активная молодежь Омской и Омской области. Поэтому есть еще шанс войти в резерв, но вот уже полностью штаб сформирован, те, кто будут работать на дельфийских играх. Сейчас утверждены также кандидатуры всех тим-лидеров всех направлений и идет уже образовательный блок. Добровольцам Омской области представится также возможность поучаствовать в подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По словам члена общественной палаты Павла Шильникова, для акции «Волонтеры Конституции» необходимо будет привлечь не менее 800 человек. У волонтера три важных миссии, которые он должен соблюдать, которые будут использоваться в его работе. Первое – это информационное просвещение и работа с населением о том, какие поправки будут приниматься, зачем это нужно. Вторая, не менее важная функция, на мой взгляд, более даже важная – это помощь маломобильным гражданам в день голосования. И третий – это от общественной палаты Омской области будет сформирован корпус наблюдателей, и волонтеры могут проявить свою активную гражданскую позицию и стать наблюдателями на всенародном голосовании. Также на пресс-конференции рассказали о наборе волонтеров для мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы. Георгиевская ленточка, свечи о памяти и бессмертный полк – наиболее масштабные акции. Помимо этого, добровольцы проведут квесты и интеллектуальные игры для школьников и студентов. В принципе, мы можем.